Играю на ЧСКОМ. Соперник мой это известный гроссмейстер Рихард Раппорт. И на Ц5 он играет Ферсаж 5, где-то уже видел. С его участием этот ход. Наверное, просто Д6 здесь. По-моему, против Грещука в матче он так сыграл однажды. Ну, явно для Блица какие-то заготовки у него тут имеются. Пока что Ж6. И прогоню Ферзя с темпом заодно слона поставлю на Ж7. Ну, не просто так он здесь стоит. То есть, при каких-то обстоятельствах может конь на Ж5 выпрыгнуть. Будет мне угрожать. Пока что размены небольшие. И здесь Е5. Попытаюсь как-то забетонировать позицию, потому что Рихард игрок достаточно агрессивный. То есть, постоянно ищет тактику. И я попытаюсь подсушить немножко позицию. Сыграть так, как ему наиболее неприятно. Где-то мой план может быть связан с Конь Е7 и Ф5. Такими маневрами. Соперник, наверное, хочет на С4 перейти. Тихонечко. К полю Б6 привязаться. Наверное, имеет смысл Б5 здесь сыграть. И теперь Конь Е7. Так, Д4 сразу начинает скрывать. Два нуля. На Д5 просто отойду слону. Собрал тоже. Так, и предлагает размены здесь. Кстати, может быть, просто разменяться. Не терпеть здесь этого слона. Или пусть бьет сам. Мне казалось, что слон Е3 ход сильнее был, чем слон Х6. Теперь ладья первая идет на Д8. Вторая, наверное, пойдет либо на Х8, либо тоже на линию Д. То есть двоится еще есть вариант. Попробовать ладья Д7 и ладья Д8. Думаю, позиция здесь примерно равна. Возможно, это вдруг стоит прогнать в ходом Х5. Может быть, не форсировать ситуацию сыграть Конь Ж8. Чтобы не ослабляться лишний раз. Потому что Конь, скорее всего, упадет назад. Здесь ему больше делать нечего. Потому что все поля я контролирую. Так. А соперник просто наносит мне очень неприятный удар на Е5. Тот, я, к сожалению, не видел. Забрал, наверное, Конь Ж5. Поставит ли у меня там мат? Вопрос. А он просто решает Ферсиашь 7 пробить. Просто все на тактике завязано, как я и говорил, у этого гроссмейстера. Попадать теперь играть непонятно. Наверное, ладью на А8 отведу. Может быть, не совсем мне здесь проиграно, хотя пешек маловато. Но зато фигура. Опять подрыв. Возможно, еще пару пешек я у него здесь отыграю. Правда, время тоже мало. Забрал раз. Наверное, на А2 пойду за пешкой. Теперь слона на Е8. На Е5, скорее всего, он тоже скушает. Но я попытаюсь привязаться к пешке Б. И не отдать свою ходу на слон С4. Наверное, Ж5 тут стоило сыграть самому. Жаль, не увидел этот маневр. И тогда его пешки не были бы столь активны. Теперь мой план перетащить конь на С6 и отъесть на Б4. Соперник не дает, естественно, это сделать. А вот конь С7. Это мой очередной зевок. Просто на Б5 потерял бойца. Не знаю, могу ли я здесь какое-то сопротивление оказывать. Вроде после короля Д6 еще одну пешку съедаю. Три пешки против коня. Абсолютно непонятный. Наверное, здесь ладят С7. Назад. И ладья Б3. Пробую немножко отрезать. Но время тает просто на глазах. Подтяну короля еще поближе к делу. Ищет, наверное, выигрыш здесь соперник. То есть надолго задумался и решается на H5. Такой прорыв. Вряд ли эта позиция держится. Слишком много пешек здесь у соперника. Король F6. Борюсь до последнего, как говорится. Так, съел. Ладно, некогда думать. Наверное, зря я это сделал. Просто зевнул, да. Под конец. И, наверное, здесь уже просто через несколько ходов стоит сдаться. Да, тут уже шансов нет. Просто проходит пешка Ж.